Мои дорогие, всем большой приветик! Сегодня у меня в гостях Танечка. В прошлой серии я была у Тани в гостях, мы разбирали ее гардероб. Сегодня у Тани, наверное, очень волнительный момент. Таня встречается со своим новым гардеробом, который я ей заказала, приготовила. Вокруг нас здесь очень много коробок, больших. Одна из них вот такая, сложно ее поднять, да, суперогромная. В этой части вы увидите распаковку нового гардероба, реакцию Тани. Что же такого я ей заказала, интересного, да, подобрала. Что-то было согласовано, что-то абсолютный сюрприз. И у нас, да, Яков нашел своего осьминога, видишь, там его любимый синий осьминог. Поэтому у нас будет очень много, очень много шума за кадром. Кратко твои ожидания, предвкушения и будем начинать. Я потихоньку пододвигаюсь к тебе. Я в предвкушении, на самом деле, увидеть как базу, так и не базу. Потому что большинство образов, которые я там видела в подборках, что-то мне реально супер отзывалось. Что-то я увидела на этом, на твоем мутборде, да, и я такая, ах, были такие моменты. Вот, на некоторые вещи у меня такое немножечко скептическое. Отношения, ну, в общем... Ну, мое дело предложить, вот, твое дело уже решать, что. Мы вот в прошлой серии составляли, да, вот эту пиццу-диаграмму, куда ты ходишь и все такое. А потом я вот сама думала, продумывала, составляла, по сути, такие три мини-капсулы, да, в зависимости от назначения, да, куда идти, какое впечатление производить. Ты заметила, я сегодня это вот... Я заметила, да, то, что это лук, который мы собрали, да, после разбора гардероба. Ну, черный клади у меня нет, и пришлось сидеть свою синюю. Да-да-да, я сразу заметила. Это, на самом деле, супер-супер интересно всегда. И мне... Я ничего... Я распаковала несколько пальто, потому что мне было дико интересно, и это все. Вот, то есть я сама еще ничего не видела, поэтому у нас с тобой будет такая настоящая реальная реакция. Реально, нереально. На все происходящее, вот. Так что все, начинаем. Так, ну, мне кажется, это вот то, что ты прямо очень-очень хотела. Это бомбер, насколько я... Или жилет? Нет, это жилет. У меня вечно... У меня на самом деле вообще непонятно, как носить жилет. Ну, это, кстати, для европейской зимы вообще норм. Если, смотри, у тебя какая-то... Так, сейчас я покажу. Здесь у нас вот жилет, вот. Вот, нет рукава, есть капюшон, и он такой довольно длинный, стеганый. Тут какие-то вот... Тут нереально непонятно, как и лоность. Рукам холодно. Нет, рукам мне не холодно. Смотри, ты под низ можешь надеть какую-то кожаную куртку. Вот, на самом деле, это спасение для каких-то старых курток кожаных, либо каких-то других. Я... У меня типа такого жилета, но покороче. Ну, такой, знаешь, более объемный. Вот, такой фэшн-фэшн. Этот более базовый. И я его ношу с бомбером, который уже не модный. То есть, у бомбера вот здесь вышивка. И это стало не модно там, не знаю, лет пять назад. А это был мой любимый бомбер. Мне жалко было и с ним расстаться. И я просто вот эту вот вышивку прикрываю этим жилетом. То есть, у меня здесь руки закрыты. И вот этот вот еще супермодный жилет. Ну, либо, знаешь, с каким-то свитером. Вот, просто там добежать до машины. И все-таки, конечно, не ходить гулять в минус пятнадцать. Ну, да, естественно. Вот. То есть, как вариант. Но зато вот эта вот штука, это очень такая вертикаль цвета, стройнящая и все такое. Вот. Так что, может быть, может быть. Ну, мы будем мерить. Так, это мы сейчас только делаем распаковку, да? Мы сейчас только делаем распаковку. Держи, смотри. Знакомься. Да, здрасте. Кстати, я подбирала спортивный костюм. Я не нашла спортивный костюм, чтобы был в нужной Ростовке. И в итоге, знаешь, что я сделала? Я вот с Азоса заказала. Видишь, это из отдела Петит для невысоких девчонок. Я заказала штаны там. А вверх, вот такая вот, по-моему, на молнии, худи из Бершки. Вот. Это тоже штаны. То есть, я по разным магазинам знаю, чтобы цвета подходили. Вот это вот все искала, чтобы Ростовка у штанов была нужная. А вверх был вот похожего цвета. Это такое же, но потемнее. У меня как раз есть у дома мои эти... Ты не в камере. Я не знаю, потому что мне здесь надо это все показать. Да, в общем, вот такие штаны темно-коричневые и посветлее. У меня дома такие штаны серые, светло-серые и темно-серые. Ну, у нас фишка, чтобы это был костюм именно. И чтобы вот к этим ко всем курткам, которые, да, у нас за кадром, чтобы подходило. Это фрайтсайд. Это для свободного времени, да, куда-то пройтись. Вот. Но на самом деле, как вариант, если тебе такое окей, это можно и на повседнев. Вот. Я такое вот ношу, например, с пальто. И такого полно, то есть какие-то худи, наверное, не знаю, ты видела, может, кто видел. Вот эти все стрит-стайл сейчас, актуальные луки, да, после короны и карантина все скатились, знаешь, в такой релакс. Простой. Да, в релакс, повседнев и все такое. И ты, знаешь, да, носишь такой костюм, спортивки, худи с капюшоном, сверху надеваешь хоть пальто какое-то такое представительское. И чешешь спокойно по своим делам. Главное, чтобы я смогла туда вмиксовать свои украшения. Это наши, это, реалии, реалии современного мира. Мне главное потом туда вмиксовать свои украшения. Так, давай чуть-чуть ко мне двигайся, потому что мы как-то не по центру. Потому что, несмотря на то, что у меня же эта идея, да, и не важно, из какого гаража ты вышла, у тебя должны быть украшения. Поэтому не важно, какую машину я красила, потому что у меня должны быть украшения. О, прикольно. Это, это которая бананка, да? Нет, это просто ремень. Это просто ремень. Это именно на ремне, да? Это твоя любимая карго-тема с карманами. Ну, что они такие тоже будут, не знаю, где они. На самом деле, я бы вот это просто понимала. Когда я на мотоцикле ездила, у меня были разные поездные сумки. Но одна из них, она у меня была именно на ноге, потому что до него всегда доставать, когда сидишь на мотоцикле. Но это, ну, нет, ты можешь, конечно, его так повесить через плечо и на пояс, как вообще удобно. Слушай, это же для телефона и для ключей, мне вообще очень крутая тема. Ну вот. Окей. Так, я всё, я вижу, я вижу, здесь уже прям радость пошла такая. Погнали дальше. Так, здесь у нас что-то... О, это ремень, что ли? Ну, это тоже такое у нас тут немного. Минутка хулиганства и чего-то интересного. О! Ёперный! Это, наверное... Куда? И куда мне так? Ну, это ремень, это ремень, смотри. Ты его вот так... Я, кажется, могу отсюда снять? Ты застёгиваешь ремень и... Так, вот это, по-моему... Ну, неважно, это можно спереди и... О, так это же для видосов. Да, да, и у тебя вот такое по... Ну, на бёдрах получается. В общем, вот этот ремень и с него вот эта вот вся брутальная штука. Я смотрела фрагменты показов Versace и у них на штанах как раз вот такие вот цепи, но они были не просто напрямую, цепь соединена там сзади, да, со шлёвкой, а именно, значит, одна цепь с большим кольцом и от неё присоединяются ещё две цепи и идут назад на шлёвку. Ну, в общем, ради бога, ну, просто знаешь, когда на штанах цепи, это сложно за этим ухаживать, и это не очень функционально, а здесь ты как бы, у тебя настроение, ты на дело. У тебя нет настроения, ты для чего-то другого это. Можно, что мне францкаршки. Это, знаешь, это в Ванхельсинге. Помнишь, у меня вот в Штутгарте на жакете типа такого было? Да, да. Не настолько много цепей, но смысл такой. Да. Итак, у нас почти началось шоу. Мы встанем тут за колесами. Так, девчонки, у нас... Итак, вот мы купим сегодня. У меня здесь много украшений, самых разных. Я немного такая готическая принцесса. Все, я выбежала на минуту к гостям и бегу одевать девчонок-модели через полчаса старт-шоу. Вот, я всё распределила, кто за кем, какой, за каким. И всё, я сейчас буду контролировать девчонок одевать. Не знаю, прохожу ли я на каком-то весь вечер или нет. Давай бог мне сил. Всё. Вот такой у нас ремень. У меня иногда состояние змеи, наверное. Я думаю, нас все женщины поймут про состояние змеи. Какая змея? Какая? Пока никто не трогает, понимаешь, я никого не трогаю. Поэтому лучше не трогать меня. Какая змея? Не просто змея. Да, ещё я выбираю сама, да, какая я змея сегодня. Да, точно. Так, давай. О, это сумка, да? Это тоже интересная штука. Я два заказала. Они и сумка, и рюкзак. Два в одном. Это сумка, рюкзак. Вот я тоже думаю, что ты такую функциональность оценишь. Это можно носить и на лямках, как рюкзак, и вот он спереди выглядит. И вот, пожалуйста, вот так эта сумочка. А вот, пожалуйста, можно носить как рюкзак. Мне кажется, это функционально. Маша, а насколько вот эта кожа, она... Это же для натуральной? Нет, это не натуральная. Это на ткани. Да, мне натуралку не надо. Я хочу посидеть. Что там внутри него? Ну, я тоже, я натуральную стараюсь не заказать. А, ну, здесь карман такой ещё. Если натуральную кожу, то я за вторичный рынок. То есть в первичном рынке не механи, а натуральную кожу лучше не надо. А где-нибудь в секунде или где-то там, не знаю, б.у. по объявлению купить какую-то, не знаю, кожаную куртку, ради бога. И смотри, давай ещё одну такую. Где-то ещё была? Ещё одна была? Похожая. Или она в другой короткой? Наверное, в другой. Шарф из расчёта того, что он подойдёт ко всему. Ага. Вот. Несмотря на то, что это леопард. Ну, леопард на самом деле это же классический анимал принтант. Просто у меня вопрос. Вот этот вот цвет. С коричневым он нормальный? Он ко всему тоже. И к зелёному, и к синему, и вот ко всем этим курткам, что у нас за кадром. Подожди. Ого-го-го! Подожди. Так, всё-всё-всё. О-о-о-о! Это вообще крутяк! Это моя тема. Ну что, как цвет? Нет? Очень крутой. Это ж вот как-то. Да-да-да. Я, кстати, сегодня вот в кимоно. Очень крутой кимоно. Да, я обычно гостей дома встречаю в кимоно. Мне на улицу их как-то пока странно надевать. Но я дойду, я дойду до того, чтобы по улице ходить. Мне нравится. Мне нравится. Ну я рада. Цвет вообще прям... Цвет очень крутой. Угу, нереальный. Очень красивый. С серёжками, которые у меня... С моими сердцами серега. Он на затяжке, да? Да. Ну да, это тоже как сумка-рюкзак. Я просто смотрю сразу на фурнитуру, насколько быстро она облезет. Потому что и внутренняя отделка тоже очень, прям, очень сильно важна. Потому что у меня был рюкзак недорогой. Он похожий на мой этот Бугатти, да? Но из-за того, что ткань внутри, она очень близко как-то была прошита. Она вся растянулась. Фурнитура вся потёрлась. И с золотой стала серой. Ну, короче. Ну, понятно, разное приключается. Поэтому с рюкзаками всегда такой вопрос, насколько хорошая фурнитура. Ну, в самом первом, мне кажется, летят вот эти вот, где лямки крепятся к рюкзаку. Вот это то, что первым, мне кажется, страдает. Кстати, на моём старом рюкзаке у меня там была металлическая такая застёжка. Вот здесь тоже на... Не помню, было на магните или нет. Ну, да, у меня было на магните. И сверху металлическая такая, да, накладка. И вот она именно протёрлась первая. А потом уже начали протираться вот эти вот все петли. Ну, в общем, это такая же штука, только он поменьше размером и другой он. Видишь, такой простроченный. Здесь вот эта вот ручка. Яков начал у нас буянить. Яша, держи себя в руках. Ну, в общем, штаны с карманами, как ты хотела. Просто это, ну, такой актуальный, скажем так, вариант штанов с карманами. И здесь вот такие вот ещё у них висюльки. Ну, и сверху на резинке они. Сверху на резинке, а снизу они как эти? Ну, они прямые. Они прямые и широкие. Ну, не сказать, чтоб супер. Широкие. Да. Ну, мы посмотрим, как сидят. Они довольно широкие. Я как раз наоборот хотела в основном больше такой сужающейся. Ну, сужающихся у тебя трое штук и так с карманами. Ну, поэтому, да, моя задача это что-то новое предложить тебе. Ну, я... Ну, ладно, сейчас будем смотреть. О-о-о. Ну, это то же самое. Это классно. Это та же самая, как синяя, только чёрная. Я очень люблю эту кай. Я просто обожаю эту кай. Вот. И мне как раз будет её классно класть под предметные фотографии. Поэтому одежду покупаем. Всё для бизнеса. Да, за счётом, что это будет использоваться не только на мне, но и на фотографиях в том числе. Потому что мне как раз нужна вот такая, знаешь, ткань, которая выглядит красиво, дорого красиво. А, кардиганчик. Да. Супер. Это которые укороченные, да? Ну, это укороченный, на пуговках, ну, опять же, такой, чтобы он ко всему подойдёт. Посмотрим, как он на тебе сидит, чтобы ко всему подходил. Вот. Потому что у тебя удлинённый и без пуговиц, и с карманами, это абсолютно другое. Несмотря на то, что он в таком же цвете, да, но он абсолютно другой. Это ты брала именно под то, что у меня уже есть, либо же именно под мои... Под это худи, нет, это тоже подойдёт под это. Да. Вот. Ну, опять же, ко всему всё будет подходить. Вот. Здесь всё не просто так. Ну, естественно. Куртка-пиджак, это вообще. А, ну, вот это тоже интересная штука. Это, наверное, этот пиджак, рубашка, рубашка-куртка, да? Рубашка-куртка-пиджак, и всё, делаем вставки. Да, ну, всё вместе. Ну, вот, я же говорю, рубашка. Рубашка. Ну, её в тёплое время года можно как, типа, как верхнюю одежду, на самом деле. Так, ты не в кадре. Как верхнюю одежду носить. Вот она такая. Одна часть чёрная, другая бежевая, искусственная кожа. Ну, вот эта часть такая, знаешь, брутальная, потому что она такая вся переливается. Ну, интересная штука, вот, посмотри. Она удлинённая, её здесь с ремнём можно. Да. Вот, по-моему, я заказала, ещё посмотрим. Шарки? Ну, то есть, чтобы не было узких, сильно узких. Я не помню уже. Ладно, посмотри. Это было давно, и было много всего. Вот, в общем, интересная штука. Сейчас её можно просто саму как рубашку, а потом можно её как верхнюю одежду. Ну, кстати, вот эту как раз под пальцом. Ну, в общем, с такими штуками вариантов много. Причём, это база, но мега интересная. Да. Вот оно. Вот оно. То, что ты хотела и мечтала. Это сколько мне надо будет денег? Вот, здесь даже кармашки. Ну, не знаю, насколько он по теплоте. Ну, это явно теплее, чем моя синяя куртка. Ну, наверное. Не знаю. У меня такая по толщине моя зимняя куртка. Ну, в общем, просто чёрный бомбер такой. Прямой. Объёмный. Ну, прикольный. В общем, он сейчас модно, и плюс это база. Широкие кожаные штаны. Ну, я тебе могу сразу сказать. Широкие кожаные штаны. Это будет явно не моя тема. Почему? Потому что мне не нравится, как это выглядит. Ну, ты не мерила ещё. Всё надо мерить. Всё надо мерить. Не, я, конечно, всё... Ну, леггинсы тоже я кожаные заказывала, насколько я помню. Вот. Опять же, чтобы были варианты, знаешь, посмотреть, сравнить. То есть, узкое, широкое. Посмотреть, как оно сидит. Не, ну, да-да-да. Некоторые вещи я просто уже заранее знаю. Ну, вот, давай. Открывай. Что это такое? У нас это последнее. В этой коробке туда. Но всё только начинается. Нет, у нас ещё там есть. У нас там ещё битком. Это что-то типа пальто. Так, давай это отставляю. Ну, я... Это, я так понимаю, что пипец, конечно, для тебя необычно. Для меня это вообще не моё... Но знаешь, в чём фишка? Если, например, просто бежевая, так, то в твоём темпе жизни, к тому же, с ребёнком, это быстро запачкается. Если чёрная, на нём на самом деле тоже всё видно, всё налипает. Вот. А вот это не убивается ничем. То есть, на нём нифига ничего не видно. Вот. Ты знаешь, самые неубиваемые вещи. Это вещи с принтом или вещи какие-то яркие или с каким-то там рисунком. Вот. То есть, это вот вообще неубиваемая тема. Плюс, почему ещё я такое выбрала? Она, знаешь, уже одна вещь, но она уже мега крутая и мега стильная. У него актуальный крой, вот этот воротник, длина актуальная, ну, само собой, расцветка. То есть, ты надела, и вот это уже просто офигенно выглядит. Как долго оно будет актуально? Что именно? У меня всегда вопрос, как долго. Ну, леопард, леопард, это анималистичный рисунок, это тигра, мне кажется. Тигр? Ну, неважно, леопард, в общем, горох, леопард, любой цветочный рисунок. Это всегда, так оно обычное самое. Это база. Я тебе всё заказывала, всё база. Вот. Она абсолютно прямая. А база это у нас, как известно, на годах. Так, шапки, они обе подходят к шарфу. Здесь две шапки. Я смотрела, чтобы они подходили у нас к этому шарфику. Шарфик у нас подходит ко всем курткам. Здесь бомбер, и у нас за кадром ещё три куртки висит. Шарфик, в общем, подходит и к этому, ну, к чёрному, само собой. Короче, шарфик подходит ко всем многочисленным курткам. И я смотрела, чтобы вот к шапкам. С шапками тоже сочеталось. А, и плюс на нём есть чёрное, и подходит к сумкам. Да, 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 по всем. И у нас за кадром ещё, вон, ещё у нас сумка за кадром, к ней тоже. Короче, я смотрела, чтобы шарф ко всем аксессуарам и ко всей верхней одежды. Ну, кроме вот этой. То есть это пальто просто с чёрным шарфом, вот. А так он ко всему по кругу подходит. По поводу шапки, я... Ну, ты не носишь. Меня под вопросом, потому что, да, с одной стороны, как бы, я бы и хотела шапку, но с другой стороны, я понимаю, что под шапкой оно всё превращается в одуванчик. Вот, поэтому я их редко не знаю. Ну, если она неплотно сидит, такая, знаешь, посвободнее. У меня просто обычные перебежки, такие, знаешь, мелкие перебежки из дома в машину, из машины там ещё куда-то, поэтому мне шапка... Ну, опять же, чтобы не испортить прическу, можно шарф просто вот так повязывать, чтобы хотя бы уши закрыть. Знаешь, вот так легко его воздушно повязать. Я для этого капюшон просто надевала. А, под капюшоном, смотри, если он вот из такой ткани, он трётся об волосы, и потом вот это вот, да. Поэтому, если какой-то ХБ, например, хлопковый шарф, то это лучше для волос. Так, ну, это прямо у нас базовая база. Да, базовая тема, волоска. У меня сейчас тёплых вещей, ну, так, чтобы нормально одеть слои, да, и под тёплый какой-то верх или там, не знаю, средний слой. Вот, а приходится превращаться в капюшку немного. Так. О, ободочек. Ну, это ободочек просто самый, вообще, самый обычный. Но, опять же, в твою тему. Где мне найти вот такую вот широкую основу, потому что я хотела сделать вышивку для своей коллекции на ободке. Периодически где-то бывают. Но это нормально выглядит. Именно вот такая широкая основа, но я хотела сделать именно вышивку для него. Ну, он выглядит нормально. У меня к нему претензий нет. Ну, в общем, самый такой обычный, короче, ободок, ничего такого. Так, ещё одна водолазка. Да, такая же. Ну, они плотненькие, смотри, хорошие. Да, 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 но мне нравится. Очень приятные. На ощупь очень приятные. Посмотрим, как оно будет после стирки. Она либо хлопок, либо вискоза. Да. Ну, приятная. О, жду. Так, пошли у нас джинсы. А, это у меня, походу, будет первое голубое в гардеробе. Да, я оставлю. Потому что светло-голубое, как-то я не неси не часто. Ну, джинсы у нас тоже разного кроя, разного цвета. Да, мы будем мерить. То есть, это у нас прямые. Это абсолютно, да, сейчас. Вот я. Абсолютно прямые. Опять же, все искала по росту, чтобы подошли, чтобы тебе не возиться, знаешь, их там не подшивать, не обрезать. Да, мы будем смотреть уже по примерке. Вот эти. Это другое. Это либо мам, либо, не знаю, просто зауженные. Что там на них написано? Да. Ну, это заужаются они. Что там они пишут? Мам, мам, лос, да. Вот как раз хотела попробовать. Ну, вот. Они такие, ну, красивый, традиционный такой джинсовый цвет. Вот, чуть-чуть зауженные. Да, да, да. Посмотрим, в общем. Кстати, вот с шарфом с этим и неплохо. Вот, представляешь, тебе, например, вот эти джинсы, черный бомбер и вот этот шарф. Вот уже как все красиво. Угу. О, класс. Это ко всем джинсам, чтобы нам вертикаль цвета сделать. И что-то, знаешь, портретную зону такое. Посветлее, освежающее. Хороший цвет. И тоже, кстати. Да, да, под шарфом хорошо. Да. Да, отлично. Да. Неплохой. Но он не супер, конечно, теплый. Не, он не теплый. Под него надо тепленько одеваться. Вот такой. Тема на мои черные джинсы. Это реальная тема. Оно это ко всему, на самом деле. К чему угодно. Единственное, что это у меня теперь... Я просто думаю про сочетание теперь всех аксессуаров с украшениями. И это если у меня светлый металлический, с вот этими светлыми металлическими заклепками ремень, это по украшению тоже надо будет подбирать. У меня серебряный... У тебя ремень вот здесь, а если украшение вот здесь. Вот это вот вообще в плане металлов все. Девчонки, успокойтесь, забейте, надевайте хоть все подряд. Серебро, золото, розовое золото. Все можно. Все металлы друг с другом сочетаются. Это тоже широкие, высокие. Ну это просто черные брюки, в общем. Простые черные брюки. Ну-ка, посмотрим. Посмотрим. Если это застегивается выше, на талии, то есть выше пупка, то для меня это будет под вопросом. Посмотрим, не знаю. Потому что мне обычно сидеть неудобно. Я, понимаете ли, не Барби. Да, я помню, мы об этом говорили. Хотя я где-то писала, это смотрела там в разных обзорах, типа что вот эти вот рюши, но оно мне на самом деле больше как ночнушка. Здесь у нас, да, топ с кружевом, вот здесь вот только. И опять же под черный пиджак, под белую рубашку, под кожаную куртку. В общем, это прям с чем хочешь. Это белая рубашка. А, ну вот как раз и куртка, наверное, кожаная. Удлиненная. Да. Как ты хотела, чтобы подлиннее была. Ну, в общем, такая самая правильная косуха. Да, круто. Без каких-то, не знаю, лишних наворотов такая. Да, да, да. Традиционная нормальная косуха. Да, классика. Прослужит верой и правдой. Нет, косуха, да, это очень... Ну, померим, посмотрим, как сидит. Ну, главное, чтобы она не слишком была, не слишком плотная и не слишком большая. Посмотрим, все. Ну, белая рубашка, да, без каких-то, без приколов, в общем, обычная белая. Это биджак? Нет. Что это? А, это пальто. А, вот они. Еще одну кожаную милочку. Ну, уже как леггинсы. Ну, это получше. Ну, вот. Ну, посмотрим. Здесь прям такая, это молния-невидимка. Это на резинке? Оно на резинке, да, молния-невидимка. Это, кстати, тоже самое кровь, что и у меня здесь. Да, да, да. Ну, вот я заказала посмотреть на выбор. Это, они леггинсы, знаешь, с таким более стройнящим эффектом. У них вот здесь спереди длинная прострочка. Ну, и плюс, опять же, это на рост петит для невысоких девчонок. Вот. То есть, низы я смотрела в основном, чтобы по росту нам подходили. Ну, в общем, будешь выбирать между узкими брюками и пошире. И вот, пожалуйста, пальто. Просто черное, опять же, супер, вот оно, мега прямое. Мега прямое обычное черное пальто. Вот, с функциональными карманами. В моем пальто там двойной карман, сверху и сбоку. Охо-хо. Вот так. Так, не знаю, есть тут внутренние карманы, наверное, нет. Но ты можешь, кстати, сверху на пальто, где вот эти сумочки? Да, вот эти сумочки. Вот, сверху на пальто даже можно вот эти сумочки. Нет, на самом деле, вот это прикольная тема даже в машине. Это офигенная тема, это вообще мега крутая. Нет, вот это, да, это стопор, вот туда. О-о-о-о. Я обещала, корсет. Вот. Мы посмотрим, что с ним делать. На рубашке. Да, да, либо на белую рубашку. Можно, кстати, на водолазку даже просто. Так. Смело. Здесь у нас тоже черно-длиненая рубашка. У нее есть уже, да, ремешочек родной здесь. Ну, можно, кстати, с вот этим поясом, который с заклепками. И вот с этим, с интересным. В общем, с каким угодно. И с леггинсом. Я вот это думала, здесь черные леггинсы, вот эта рубашка. И какие-то брутальные аксессуары. Вот, интересно. Как раз мой браслет, который... И опять же, весной вот ее можно вместо плаща, как верхний слой. Да. А там с чем вообще, с чем угодно. Как раз он будет с моим браслетом, который с цепью. Вот. А, вот эта, которая, да, ко всем штанам. Ну, это не прям будет супер по цвету костюм. Но я хотела, чтобы примерно, знаешь... И они по градиенту подходят. Да, да. Чтобы примерно, опять же, у нас была вертикаль цвета. Но этот укороченный, да? Ну, да. Ну, уже, знаешь, и так длинных верхов достаточно. Да, нормально. Поэтому, да. То есть, там будет больше на талии. Ну, вот чуть-чуть длиннее, чем твой. Сейчас будет. А может и так же. Потому что вот этот, если вытянуть, он так... Ну, этот, я думаю, ну, покороче, наверное. Так, все у нас? Аня, не все. О, хо-хо-хо. Это шарф. Нет, нет, это не шарф. Муточка. Как вчера Бен говорил, такой, вот ты любишь рыбалки. Нет, он разговаривал на английском, но некоторые слова вставлял на русском. И потом, so, you like рыбалки. 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 Солдан, you call рыбалки. Вот так, что вот у тебя рыбалки здесь. Вот такой рыбалки. Ну, кстати, это можно сверху на вот этот топ, по идее, который черный просто топ для многослойности. Либо, ну, просто какой-то черный бра, либо такой топ, знаешь, просто черный, типа как спортивный лифчик топ, в общем. Что-то такое, ну, с чем угодно. Не, ну, кто-то без лифчика носит, в общем. Степень откровенности, знаешь ли, да, у всех разная. Ну, опять же, это сейчас супертренд, плюс тебе по смыслам под твой бренд подходит. Ну, это понятное дело, что это вот для съемок, для чего-то такого. Не, ну, может, я его выпрусь куда-нибудь в этом. Давай, не, ну, на вечеринку там, конечно. Давай куртки нам в кадр. Мне не терпелось, и я их уже распаковала. У нас тут кругом провода, свет, куртки, в общем. Значит, у нас вот такая куртка. Ну, это тоже ходить, бегать по делам, с ребенком гулять. Вот, суперактуальная, довольно-таки длинненькая, приятный цвет. Я такие на бабушках не делаю. Но это сейчас супер-суперактуальный тренд. К тому же она сделана вот здесь, чуть-чуть вверх у нее, как куртка-рубашка. Очень приятная прострочка и очень приятный оттенок зеленого. В общем, от этой я в восторге. Ну, мы посмотрим, как сядет. Вот эти вот волны, вот эти вот... Это не волны, это прострочка. Вот именно вот эти вот, вот эта прострочка в волны. Так, окей, двигаемся дальше. Ну, вот это, конечно, больше. Здесь у нас, мне кажется, вот это такая поплотнее куртка. И здесь вот на талии оно вот утягивается. Ну, в общем, даже вот для рук они продумали. Ну, вот это хорошо. Но он здесь без, в основном, такой капюшон. Ну, здесь вот, вот здесь рукава, да, без капюшона. Вот. О, теплый карман. Это нужно. Это будет, я думаю, самый теплый из них всех. И вот такое. Это более такое легкое. Это, да, это уже микс такой пальто и куртки. Здесь они попытались отложной воротник сделать. И пояс даже, но она тонкая. Это вот на уровне плащика, мне кажется. Ну, так, в общем, от ветра, чтобы защищать. Либо, как вариант, ты вот такую, когда прям вот холодно у нас сейчас обещают морозную зиму, ты вот эту куртку надеваешь и сверху надеваешь, например, вот такое пальто. Всё, это вообще для минус десяти нормально. Ну, по сути, она так выглядит, как подкладка. Да, да, да. Короче, её, да, можно смотреть, как подкладка. Думаю, вот, плюс семи, плюс десять даже. Да. Вот она вообще тонкая. Да, и если вот в сочетании с, может, каким-нибудь там кашемировым свитером, плюс сверху пальто, тогда на минус пятнадцать, если это, знаешь, сто пятьдесят слоёв, вот, тогда хватит. Так, у нас ещё бархатный пиджак, он остался в другой комнате. Сейчас покажем. И всё, у нас буквально пара вещей, и дальше будем переходить уже к примерке. Так, у нас эта часть на сколько... Осторожно, кот. На сколько? На 39 минут у нас уже. Так, у нас здесь бархатный пиджак. Представляешь, как это будет круто с вот этой вот фишинг, с рыболовной сетью или с этим, с топом с кружевом. С кожаными леггинсами, кстати, я тоже его думала. Нет, слончаница. Нет, у нас там уже подойдёт. Да, там уже... Сейчас. Таня всё думает, что разобрать и переделать. Я не могу разобраться, я нормальный. Так, сумка. Сумка выглядит круто, мне нравится текстура кожи. Вот этой сумке не сделается, ну, в смысле, в плане актуальности и моды. Вот через 20-30 лет с ней не будет ничего. Это вообще прям вот... Такую можно брать любой ценовой категории, абсолютно спокойно, идеальный размер, идеальная форма. Пока они сотрются в прах, вот, из моды не выйдет, ну, никогда. Вот это вне моды, абсолютно геометричная, с вот этим вот, с верхним клапаном. Минималистичная здесь застёжка, вот, это прям кайф. Ну, и цвет само собой. Чёрный у тебя вот рюкзак, да, ещё чёрную сумку, ну, перебор. К тому же, вот эти у тебя чёрные, где они, сумочки вот эти маленькие? Мы тут как эти белки. Да, вот эта чёрная, поэтому вот такую сумку мне хотелось в каком-то другом цвете. У меня ещё раз ещё есть моя кроссболит. Кстати, вот, и с чёрным пальто будет круто, и к шарфу она подходит, и ко всем шапкам, кстати, и даже к спортивному. Сейчас, где шарф? Вот, к шарфу подходит, очень красиво. Вот, представь, джинсы, шарф, вот это, вот это вот, например, водолазка, и ко всем курткам, опять же. Да, 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 это тоже легко будет миксовать. Да, 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 вот. Ну всё, на этом распаковку мы распаковали, да, у нас здесь горы всего, эти горы теперь нам надо перемерить. Ты готова мерить столько всего? Ну, выпи что ли? Да, из пивной кружки у нас ладичка. Выпи что ли? Это по баварским традициям. Всё, мои дорогие, всем пока-пока, и до встречи на примерке в следующем выпуске. Всё, пока. Так, где моя чудо-палочка? Как обычно, всё куда-то... А, вон она.